Привет, дорогие зрители! Начинается у нас матч Gambit против Cloud9. Наконец-таки, ребята, готовы. Одна СНГ-команда уже вылетела. И теперь Gambit постарается остаться в этом чемпионате и продемонстрирует или не продемонстрирует нам хорошую игру. Досик поджимает довольно уверенно Plant B, разваливает моментально автоматика, но Nothing отвечает. И Досик погиб. Также забрали у нас Адрана. И ситуация теперь не такая уж и хорошая для ребят из команды Gambit Gaming. Ку-ку. 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 В целом, нужно сказать о том, что довольно сильная карта Mirage у клоудов. Они очень круто ее играют и показывали нам как раз-таки это на ESL Pro League. Хоббит очень удачно поджал в андерпасс, сделал минус. Сейчас можно сделать еще один. Так и есть. Минус кодудл. И уже вот Хоббит такими индивидуальными действиями переворачивает этот раунд в плюс для команды Gambit. Моу из Дельпана старается вычислить яму. Думает, что выходят ковры, но не заметил второго выходящего террориста через как раз-таки тот самый Пит. Стюи тем временем ставит бомбу у нас на сигарете. Моу заходит на плен. Бомба стоит. Все хорошо. Моу ловит Наттинга. Великолепно. Остается один Стюи. 2к против троих оппонентов из команды Gambit Gaming. Их стрельбы все-таки хватает. Гамбиты, большие молодцы, тащат пистолетный раунд. Хотя были в меньшинстве. Да, были в меньшинстве. И Клоуда очень неплохо начинали свою пистолетку. Но в общем, в итоге мы видим, что Gambit вполне себе успешно справились с действиями американцев. Ну что, я думаю, что сейчас Клоуда будет удиотека. А потом уже бай в следующем раунде наверняка мы увидим. Сейчас есть парней. Точечная закупка. Три П-250, один Диггл и Скадудл, поскольку является мейн-снайпером команды Клоуднайн, уже копит себе на АВП. Сейчас он отыгрывает с Глаком. Ну и, собственно, у него больше всех денег остается пока в активе. Ведь 300 Стюи там мог сделать минус на Искре, на Коцал от Рена. Но тут пока выжил. Моу откидывает ХЕшку под окно. Мы видим, что здесь есть небольшое скопление игроков команды Клоуднайн. Моу и Хоббит делают два минуса в мидле. Ну и вот Клоуда пытались вот так вот поодиночке сделать выпады, какие-то пикнуть своих оппонентов. Но те как раз-таки оказались не пальцем деланы и перестреляли своих врагов. Ну и оставшиеся уже троица пытаются выйти с Фелоса, из ямы. Мы видим, что Зевс здесь, в общем-то, довольно успешно должен был закрывать яму. Но Стюи из Дигла делает два минуса. Ну и проблемки есть небольшие у нас у Гамбит. Моу на коннекторе старается реализовать свою МПшку. Вдалеке на коврах замечает Натвинга, забирает своего соперника. Прилетает коктейль Молкова на дефолт. Там никого нет. Не понимает, что на троне находится соперник. Но при этом Моу прекрасно. Хочу там снать из Кодудла. Ну и добивают красного Стюи 2К. Великолепная работа от команды Гамбит. Справились все-таки парни. Но это были пистолеты без арморов. И самая интересная, самая тяжелая работа в Гамбит, конечно же, впереди. Эти парни должны именно сейчас постараться взять для себя байраунд и затащить. Ну и вот он, настоящий лидер у вас на экранах. Даня Зевс пытается донести очередную какую-то мысль для своих парней. Ну и будем надеяться, что у ребят все получится. Потому что вчера показали очень хорошую игру против Оптик на Гоблстоуне. Но проиграли довольно жестко и сильно карту против команды Рене Гейтс. И упали в Лузера, где вот теперь в группе играют заключительный матч против Клауд Найн. Моу неплохо подобрал Аутематика на центре. Да, хорошая игра. Но при этом быстро действует. Быстрый выход через коннектор. Зевс должен сейчас закрывать хотя бы одного. Вот так и есть. Он делает минус по Стюе, но Шрауд все с Кадудлом отвечает. Открывается Аплент. Есть у нас в Пелосе игрок команды Гамбит. Это Адрен. И сейчас он может очень выгодно зайти в спину. Адрен заливает Насинга, делает минус. Моу, работает также на халпе. Минус по Шрауду и Адрен минус Кадуду. Вот так вот. Вроде как на изичах, да, кажется со стороны, что Гамбиты разруливают довольно проблемный для себя раунд, который начинался не самым лучшим образом для них. Ну, не то чтобы начинался. Начинался он хорошо, как раз таки, Моу сделаем три килл. Но потом вот пошел неплохой ответ от Клаудов. И в целом выход на точку А. Ну, а мы видим, что Гамбиты готовы. Готовы пока к вот этим вот всем действиям от Клаудов. Миша Кейн тем временем тоже пытается помогать, естественно, своему коллективу. Не зря пьет кумыс, как говорится. Халявный, поэтому должен отрабатывать. Напиток казах. Я слышу много, много про кумыс. А что это я так и не понял? Напиток молочный. Молочный напиток. Это типа этого, Айрана, да? Да. Хоббит и Моу делают в этом раунде по минусу на Аутиматик. Отличный дигл в медле. Забирает он Моу. Так засочетился игрок на шарте. Скадудл находит фраг по Адрену. И Аутиматик уже очень хитренько поджидает игрока в спину. И вот так вот на ровном месте сейчас могут отдать Гамбиты Эко. Ну, парни, кто же вот так вот играет агрессивно против Клаудов? Тут совсем переагрили. Вот мне кажется, вот почувствовали силу игроки команды Гамбиты. Непонятно, зачем сейчас... Ну вот посмотри, проигрывают просто голым диглам. Да. Очень неоднозначный. Леваем. Леваем, да, зазнали. Так, по поводу пика бана. Значит, Клауд Найн пикнули Мираж. Да, это игра. Гамбиты пикнули Коблстоун. И ДАС-2. Третья решающая. Третья карта ДАС-2. Очень интересная, если честно. Да, карты классные. Нет кэша, меня это радует. Ну, и с другой стороны, мы видели Гамбит на кэш, поэтому кэш у них не самая хорошая карта. И слава богу, что её нет. Потому что был бы кэш, скорее всего, отлетели бы без шансов. Тем временем, тем временем, хороший бай. Как у Гамбит, так и у команды Клауд Найн. Правда, ЦЗ-шка. У Гамбитов до сети временем погибает от Шрук Шрауда. И Хоббит теперь здесь должен находиться один. Хотя стянулся к нему Данька Зевс. ЦЗ-шка, ВМП-шка. Довольно опасные девайсы для Гамбит на точке Б. Ну и Шрауд ловит Смок. Вряд ли пойдёт. Довольно аккуратно играет Клауда. Заняли центр. Шрауд тем временем ждёт тиммейтов. Ну и тематик у нас в комнате. Позиции шикарные у команды Клауд Найн. Они могут делать теперь отсюда всё, что угодно. Что интересно, обрати внимание, Гамбиты отдали полностью Аплент. Ты видишь? Полностью отдали Аплент. Адрен смотрит у нас проход в коннектор. То есть в окно. И вот таким вот образом Гамбиты угадывают. Пытаются угадать. Но мы видим, что они не угадывают. Клауда будут через коннектор Яму и возможно Джангл зажимать Аплент. Ну и уже, конечно же, Гамбиты в голове держат вариант засейвить. Аутиматик делает минус по Адрену. Аутиматик уже пытается запрыгнуть в окно. Понимая, что нет позиций на Апленте. И уже держит в своей голове мысль о том, чтобы найти игроков, который пытается засейвить. Да-ня, неплохо. Забрал у нас только что Аутиматика. Будучи в своей МПшке, в окне пытается подорвать АК-47. И вот он АК. Все хорошо. Сейв от команды Gambit Gaming. Моу забирают на Скадудла. Мне вот интересно, дорогие зрители, Зевс пытался запрыгнуть на ящик на Б-Пленте. Это вообще реально? Или он перепутал? У нас же был баг пару месяцев назад, когда можно было запрыгивать как раз-таки на такие текстуры. Но, по-моему, сейчас сюда можно попасть только через подсадку. Тиммейта. Не знаю. Зевс то ли спутал версии КС, а то ли Данька знает какие-то фишки. Но так не готовится. Ну, я думаю, вряд ли там может лезть. Не знаю. Может какой-то баг, о котором мы не знаем. Данька будет обузить. Ну что? Засейвили все-таки два девайса. Сейчас дают дропы. И, в принципе-то, у Gambit есть деньги на бай. Комментарии при этом. Кажется, мы стали забывать про Шпера с Раллина. Так, ну... Уже все. Давай заканчивать. Уже у нас следующая катка. Про Шпера мы еще, кстати, вспомним. И Раллина тоже. Они будут играть. Выход быстрый. Очень быстрый выход от команды Cloud9. Подобные раунды мы видели от Кингвинов на карте Mirage. Ну, это фирменная стрельба от команды Cloud9, дорогие зрители. Тут нечем удивляться. Эти парни всегда отличались как раз-таки хорошим АИМом. И Хламину выходит на Аплент. Принимает Зевса, Адрена и Досько. Хоббит с Моу, конечно же, будут сейвить. АВП плюс Эмка. В этом есть большой смысл. Но Клауда попытаются, естественно, не дать. Не дать. Сейчас будут искать по всем точкам. Шраут находит Хоббита. Еще один хэдшот. Ну и Моу последним снайпером играет под точкой Б. Его зажимают со всех сторон. И дай бог, чтобы Моу сделал как минимум один выстрел. Ой-ой-ой, выстрел, то он сделал. А вот враг нет. Но Стиви все-таки погибает. Моу выдает свое место расположения. Его начинает нашивать. Все, пытается преследовать. Бомба взрывается. И все-таки Моу, наверное, выживет, друзья. Да, я думаю, засейвить. Да, должен выживать. Должен выживать. И этот АВИК должен, конечно, работать в этом раунде. Но мы видим проблемы. Просматривают Гамбит в оружейных раундах. Два оружейных раунда. Они даже три. Там же ЭКО не было, по-моему. Да, не было ЭКО. Три оружейных раунда. Там один был сейв. Три оружейных раунда подряд проигрывают Гамбит. Это и есть, конечно, проблема в дефенсе. Нужно включаться. В этом раунде есть у нас АВИК УМОУ. Он у нас находится в коннекторе. Клоуда, вроде понимая это, должны действовать довольно аккуратно на медле. Но мы видели, что парни пропрыгивали под смочок. И в целом МОУ с АВИКом промазал. МОУ опять ищет фраг в медле. Опять делает выпад. Но сейчас уже такой смок, под который никак уже не выйти из окна. Напоминаю, дорогие зрители, что команда Клауд Найн, это чемпионы ESL Pro League. Довольно крупного чемпионата, который мы с Алексеем как раз смотрели и комментировали для вас ровно месяц назад. Плюс они занимали, по-моему, второе место на iBuyPowerMasters. Ну, вообще Клауда входит, наверное, в топ-5 рейтинга. Выход на B-Plant. Дося, закаливает на Атминга, погибает Шралд. Попадает неплохо еще. Подому террористу на верхнем этаже. Скодудл выходит на B-Plant, но забирает его Хоббит. И Моу реализовывает АВП. Ну, вот хватает порой слюбы тоже команде Гэмби Гейминг, чтобы справиться с Клаудами. Но как-то нужно стабильнее, что ли, все это делать. Если будет стабильность, будет победа. Ну, и, соответственно, Клауда по рейтингу в топ-5 входит. Сейчас я чекну еще раз HLTV.org. Нет, в топ-5 не входит, но, наверное, в топ-7 где-то, в топ-6, да. Шестое место как раз-таки у Клаудов. При этом по очкам они совсем чуть-чуть достают от Na'Vi. То есть практически в топ-5 мира. А вот Гамбиты, дорогие зрители, на 20-м месте. Но рейтинги рейтингами, при этом в Best of 3 серии за ростой группы играют именно эти две команды. И, возможно, Гамбиты нас удивят. Шраулт, правда, находит дождь, хороший хедшот. Ситуация 5-4 в пользу команды Клауд-9. Ну, и ребята стоят, контролят карту. Очень круто Клауда, они отпускают, постоянно держат напряжение своих оппонентов. Вот, казалось бы, в прошлом раунде взяли Эко, Гамбиты, но сейчас вот они уже ничего не могут сделать. В очередном оружейном раунде потеряли Досю. Шраулт очень неплохо отыграл на точке B роль Люркера. Ну и вот сейчас проблемы у Гамбит. Опять же, вынуждены они как-то рисковать, где-то какие-то зоны отпускать, какие-то поджимать. И мы видим, что перегруппироваются Клауда. Провели они, как всегда, у тематика в лифт. Это, я хотел сказать, улюбленная. Любимая позиция у этого парня. Ну, практически все атаки у Клаудов строятся через вот шорт. Проводят они парня в лифт. И, в общем-то, этот парень уже там упал. Ну что, в итоге выход на точку А. Здесь Адрен, и очень много от него зависит. Он уже делает килл. Моу играет на сети на РСП. Адрену не стоило уже делать выпад, как только он задетектил Чела на коврах. Можно было отыгрывать сейфово. Но, тем не менее, ситуация 3 в 3. И к Стюю уже делает минус по Моу. Проблемы для Гамбит продолжаются. Да уж, неплохая, правда, хэшка прилетает под шрауда. Бомба, тем не менее, стоит. Стюй 2к на коврах. Старается агрессивничать, переселять головы. Хоббит по нему неплохо попадает. Стюй живет до конца. У Хоббита 74. При этом Натлинг забирает Даню Зевса. Хоббит на шифте замечает рон. Натлинг немножко просел. Но, по-моему, сейчас раскайтят игроки атаки с последнего оппонента. И Хоббит будет крутиться, бегать, прыгать. Но так никого и не убьет. Да, собственно, отлично отыгрывает Натлинг. Еще один раунд для команды Cloud9. Гамбиты в очередной раз теряют огромное количество денег. Один раунд берут, один проигрывают. Постоянно обнуляют экономику. 1400 долларов они получают за проигранный раунд. И, конечно же, этого не хватает. Но рискуют. Берут бай. Естественно, если не получится, тогда придется сделать экономический. И самое главное снова играть с фамосами. Поэтому Моу в целом должен, конечно же, а, тащить в этом раунде. Б в любом случае сейвить, если не получится затащить. Ну, или его авик должен кто-то сохранять. И тогда уже через раунд его использовать. Выход. Быстрый от команды Cloud9. Адрен ловит коктейль Молотова. Из-за этого смещается вниз. И как раз таки в этот момент уходит команда Cloud9 на точку А. Погибает Диас, минус Хоббит и Адрен. Доси Смоу стоит со вдвоем против пятерых. Доси на коннекторе. Готов принимать любого заходящего к нему в смок оппонента. Но никто, наверное, не пойдет. Опять же, Cloud9 контролит точку и пойдут вместе на сейв. Доси, все-таки удалось забрать Джордана. Есть у меня подозрение, что Моу не дадут засейвить авик в этом раунде. Ну, такое неоднозначное решение. Если честно, надо гамбит сейчас покупать. По факту-то по девайсам вообще ничего не было. И мне кажется, что был смысл сделать как раз таки эко. Но решили вот так вот играть гамбиты. Цепляться уже до последнего. Свою возможность они как раз таки зацепиться упустили в прошлом раунде. И сейчас уже отпускают своих оппонентов вперед. Те могут выходить на шестой раунд. Ну и гамбиты будут играть с пистолетами. Пока вот у гамбит ничего не получается на оружейных раундах абсолютно. Взяли пистолетку, взяли одно эко с засейвленным АВП и все. Все-все-все. Прилетает коктейль Молотова. Стандартный на окно. Хоббит начинает гореть. Тьюид Вака это видит. Нашивает хоббитом. Не дает уйти своему сопернику. Ситуация 3 в 4. В большинстве теперь Клауд Найн. Зевс решил подороговать лицом на центре. Моментально получает прямиком глаз от Аутематика. Ну и Дойс Смолу 2 в 4. Бомба у нас в руках у террориста. Подходит у нас команда Клауд Найн на точку Б. Там никого нет. И еще раунд 6. Очень просто. Ребята, Клауд Найн играет за атаку. И пока что по стрельбе выезжают. И видно, что 6 команда. Ну вот сейчас видно, что Клауда в такой хорошей форме. В похожем состоянии они были на ESL Pro League. То, как они там разносили своих соперников. Что-то похожее сейчас вижу. Не, ну понимаешь, я вижу, знаешь что пока. То есть, были бы вместо Gambit и Sky, если бы Клауда так играли. Тогда можно было сказать действительно, что хорошая форма у Клауд Найн. А пока мне кажется, что просто на классе. На классе Клауд Найн играют лучше. Как-то уверенно. Вообще не парятся. Делают какие-то свои стандарты вообще. При этом не выдумывают там, не демонстрируют сверхусилия. Да, и Gambit все равно падает. Ну, пока что первая карта. Ну, нельзя сказать, наверное, что начало. Все-таки счет 6-4. Пять раундов остается доиграть. И не самый, на самом деле, хороший байт команды Gambit. Они форсили в позапрошлом из-за этого. Сейчас у них по 4 300-500. Это эмки первой арморы. И вот дефузов, наверное, не будет ни у кого. Да, дефузов нет, но неплохо вроде как по гранатам. Решили Gambit в первую очередь, что гранаты важнее, нежели дефузы. Ну что, давайте смотреть. Кадудл с АВП. У нас 3 плюс 2 от Клауд Найн. И очередной выход на точку А. Сейчас у нас 4 игрока у Gambit. Дреан уже заливает двоих. Отлично. На планете Зевс делает минус по шрауду. Но Стюй отвечает сразу же дабл киллом в ответ. Но Зевс продолжает работать на планете. И ситуация уже в 3 в 1. И Зевс слепой добивает суспика своего оппонента. В целом, отличная приемка от Зевса и Адрена. А Плентакло, да, решили сыграть довольно простую тактику. 3 плюс 2. Я так понял, что там даже не было полноценного раскида. Максимум под какие-то флешечки. Выходили Клауд Найн. И Gambit оказались к этому готовы. И вот это первый полноценный оружейный раунд, взятый игроками команды Gambit. Подбирает у нас бомбу. Один из игроков в атаке. Перетаскивают ее на точку B. Довольно агрессивно и быстро решили сыграть Клауда именно в том направлении. Но и при этом хотят занять центр. Но здесь Моу на чеку пропускает оппонента через белый. И тут такая вот фишечка. Скадудл с АВП разваливает Моу на коннекторе. В меньшинстве теперь находятся Gambit. И если этот раунд опять на те же грабли наткнутся. На грабли экономики. А Зевс АВП это что такое? Ну Зевс довольно сильный снайпер. Ага. Но погибает в коннекторе. Он решил на центре кого-то удивить. Но удивил по-моему только сам себя и нас с тобой. СТЮИ забирает нас с Хоббита. В меньшинстве ребят из Gambit. Адрен взрывает наконец-таки СТЮИ. Но при этом Аутематик находит Дойсу в окне. И переслевает легко и просто Адрена через коннектор. Еще один раунд для команды Клауд Найн. И полторушка. Опять эко. Хоббит Зевс. Не могут никак выровнять экономику. Гамбиты это главная для них проблема. Печально. Печально. Кстати я вот рейтинг у меня открыт. Снизу вижу Gambit на 20-м. А Flipside на 21-м месте. Собственно именно эти две команды представляют СНГ на DreamHack. Дорогие зрители. У Flipside был хороший шанс одолеть кингвинов. Нет смолений. И вот теперь Гамбиты пытаются одолеть американскую команду Клауд Найн. Если не получится, тогда у нас Клауда выходит в полуфинал. Кингвины выходят в полуфинал. Гоценты. Гоценты и Ренегейтс. Ну и соответственно Клауда, я так понимаю, должны будут играть с Гоцентами. С параллельной группой. Аутиматик делает минус по Хоббиту. Мы видим, что экономический раунд никак не заладился. Но Зевс и Моу нашли по фрагу. Это тоже неплохо. Зевс убирает Калаш. Дося там с P250 пытается судя по всему через смачок перестрелять своего оппонента. Дальше внедряется в коннектор. Зевс перестреливается. Все-таки проигрывает эту перестрелку с Аутиматиком. Ну и Дося на самом деле может сейчас убежать просто на Сити и забрать Калаш, который упал у Зевса. Дося абсолютно здесь нечего делать. Он может реально уйти на Плэнта и забрать там Калаш. Почему он этого делает, не делает, совершенно непонятно. Но в любом случае ему виднее. Восьмой раунд Клауда у нас забирает. И в целом Дина свяжет очень уверенную атаку. Ну и я тебе скажу, что вот там, например, в лучшей форме своей Клауд Найн. Да, если не брать то, что они проиграли, например, Immortals, Mirage. То, что они проиграли Mirage. Кому же не проиграли еще Mirage? Вот совсем недавно. В Окрунде, по-моему, они тоже Mirage кому-то проиграли. А, ну по-моему, с этим же Immortals. Ну, неважно. В общем, я вспоминаю просто Mirage против SK в финале ESL Pro League в Бразилии. То там Клауда взяли 9 раундов по атаке. Против бразильцев, которые, в общем-то, на Mirage очень даже неплохие. Ну что. Предпоследний раунд. Бай есть. Моус ОВП. Эмки Фамасы. 4 АК 47-ых от команды Клауд Найн. Ребята подходят под Б-плент. Моу Тайбинг только решил перепрыгнуть. В этот момент Шрават выходит. Молниеносный хэдшот. Летит теперь огромное количество гранат. Хоббит ничего сделать не может. Уходит назад со своим Фамасом. Получает хэд от Натаньга. Б-плент никем уже не кроется. Таидоса, по-моему, должен сейвить. Собственно, Адрен уже уходит. Даня уходит. И ребята пытаются сохранить то оружие, которое у них имеется. Еще один раунд для команды Клауд Найн. Это 9-ый. Ой-ой-ешечки. Ну пока у нас играет команда высокого уровня против команды низкого уровня. Такое у меня впечатление. Может быть у нас что-то поменяется во второй половине. И за счет пистолетного, за счет какого-то характера проснется команда Гамбит. Но очень, очень легко и непринужденно в первую очередь играет команда Клауд Найн. Это точно. Тут я с тобой полностью согласен. Уже выехали тут Стюи и друзья за Фелос, за своими оппонентами. Но те, к слову, смогли удержать свое оружие в руках. И в конечном итоге не отдали его своим оппонентам. Будут дропы. Наверняка для Гамбит в этом раунде. Клауд Найн ведут со счетом 9-5. Вот хороший раунд с точки зрения динамики и тайминга. Выбрали Клауда. То есть они атаковали то Мидл, то А, то Б какое-то время. А тут они решили просто вот так вот на стрельбу выйти на Б. И это принесло свои плоды. Стюи у нас уже врывается на Мидл. Откидывает молотов в огонь. Опять Клауд Найн решили обузить точку Б. Там у нас два игрока. Это Дося и Хоббит. Хоббит в шарфе. Стюи находит два фрага. Как же так с коннектора забирает? Он двоих игроков команды Гамбит. Остается у него 14 хп. Дося сейчас уже читает выход на Б плэнд. Но ни к чему это не приводит. Шрауд забирает Хоббита, который был в коннекторе. Аутематик минус по Досе. И Стюи минус по Адрену. Очередной девайсный раунд. Ни одного килла в ответ от Гамбит. И поражение на первой половине со счетом 5-10. Да. Ну что, дорогие зрители. Как-то слишком сильно играет команда Клауд Найн. Не ждали мы. Мираж у Клауд Найн в принципе сильная карта. И Атака у них тоже сильная карта. Это одна из лучших карт. Это факт. Многие коллективы боятся играть Мираж против Клауд Найн. И пытаются его вычеркнуть. Тут Гамбиты, видимо, отказались играть. Сейчас скажу вам что. Пока у нас минутка. Нюк банк Клаудов. Гамбиты отказались играть карту Декэш. Ну, собственно, понятно, почему вчера пролетели Ренегадом. И в пух и прах. Ну, вообще, вот странно. Вчера отталкивались от чего-то. Кэш был в конце. При этом вчера Бест оф 1 игралось. То есть, три карты можно банить. А сегодня... То есть, по сути, карту, которую они еще вчера считали своей хорошей. Да, первым баном против Клауд Найн. Ну, Мираж у Гамбит, кстати, за последние три месяца наравне с Кобблстоун сыгран приблизительно одинаковое количество раз. Кобблстоун сыгран 20 раз, Мираж 21 раз. То есть, в принципе, это... Ну, так, по статье это топовая карта у... Ты понял, у Гамбит. Так. Ну, что, пистолетка, которая, возможно, принесет победу легко и просто команде Клауд Найн. Начинается раскидка Аплент, Аутиматик, Ловит Хоббит, а тем временем Стюй играет под карами. Его здесь никто не проверяет. Стюй начинает наказывать спину одного-второго на изичах. Просто в хламину. Как будто глобалы против... Ну, Калашей Максимум. В исполнении Клауд Найн. Ну, да. Ты видел, что сделали Гамбит? Они пятером пошли в яму, просто сделав раскидку. Там Клауда практически сразу пятером принимали. У меня такой раунд сейчас на матч-майдинге практикуем. Как и декой на центр, и все через яму. Ну, это уже, наверное, вопросы к Мише. Почему так? Нет, пока что я вижу, что чувствуется, как и у многих коллективов современных, отсутствие времени для оттачивания многих элементов важных, которые вот сейчас решают, да. Ну, как отсутствие времени? Ну, дядя, ну они профессионалы, они получают зарплату. Ну, что значит отсутствие времени? Тут вопрос, мне кажется, дело даже не во времени. Ну, как, что? Не нашифровать нормальный на Мираже пистолетный? Ну, даже там пуш-б, знаешь, типа, он смотрится как-то предпочтительнее. Хотя, опять же, что пуш-б, что выход 5 в яму, это такие раунды, ну... Ну, это раунды, которые нужно, не надо шифровать, нужно просто, там, уяснить какие-то маленькие нюансы, потому что при выходе. Да. А так-то времени особо не надо. Но такие раунды времени не надо, чтобы шифровать, правильно? Ну, они профессионалы, они сидят, у них есть база, там. Не, ну это Мираж еще куда... Это я вот, например, о кэше вчерашнем и сегодняшнем. То есть вчера кэш готов играть в матче очень важном, сегодня вычеркивают его первой картой. То есть не до конца... Ну, мы еще, согласись, что мы просто еще не знаем... Мы не знаем просто маппул, как бы, гамбитов. Ну, то есть мы знакомимся с командой вот по ходу, да? Потому что на самом-то деле были произведены замены и, опять же, были какие-то корректировки в игре, наверняка, и от тренера, и в целом, да? Так, тут Адрен, кстати, очень... Да, может затащить. Он три килла уже сделал. Душит скаду, была на сигарете, разворачивается! Ого, ну что такое? Жестко. Четыре килла. Да. Да, это может быть и сбрава, Адрен. Отличная работа. Расслабились в Cloud9, и только что Адрен их мог это покарать, но нет. Калаш у нас от Титрена, ух ты. Ну, будем надеяться все-таки, что... Ты знаешь, почему калаш, да? Потому что они сделали четыре килла и решили, что вот сейчас... Это школа Зеса. Кому как не менее это знать. Да. Ты знаешь, вот все-таки я надеюсь на то, что, ладно, там не самая хорошая игра в целом от гамбит на Мираже, но, знаешь, это вот может быть та самая старая добрая комбита, вот, мол, мы сыграем там кое-как пик соперника, потом возьмем свой пик, а на третий уже как придется. Так что... Ну, да. Я очень верю в то, что гамбиты все-таки на Кобле откроются, раскроются нормально. Адрен забирает с Глока, вот, собственно, его пятый фраг. Теперь он сделал эйс, если брать пошедший раунд. Натанки временем смотрит окно, 25 хп у Адрена, уходят ребят в туннель. И пока что Аутематик отыгрывает в комнате на зигзаге и проверит под окошком. Но в этот момент Даня Зевс уходит. Даня не слышал только, что Аутематик разворачивается на окно. Аутематик стоит и чекает снова под собой. Ребята с команды Гамбит перегрубироваются, уходят они на яму. Ну и здесь отыгрывает пока что один Стюит, окей, и в принципе его можно забрать. Позиции у него пока что особо и нету. Он уходит на головы, объединяется с Натангом, и Аппленд решили отдать ребят из команды Клауд Найн. Но проверят центр, замечают Даню Зевса, а тот топит и немножко набивает все-таки Натанга. Выход от команды Гамбит в направлении очки А. Ковры плюс яма. Под ось и попали, хотя это совсем чуть-чуть. Адрен еще один минус, Моу реализует калаш. Стюит и погибает, Шрауд и Аутематик остаются вдвоем против четверых. Шрауд приходит на помощь, реализует Фамас, играет через хелпу, но в спине-то действует Аутематик, и его могут там не ждать. Аутематик жмет, забирает Хоббита. Зажим с двух сторон от команды Клауд Найн ЗКТ. В яме все-таки Моу делает свой минус, и теперь Шрауд один против двоих. Знает, кто где стоит, знает, что Досин на дефолт, и знает, что еще один оппонент находится на яме. У Шрауда при этом есть дефузы, он уходит на яму, пытается запушить своего соперника, но очень грамотно Моу ушел. Браво, команда Гамбит, не побоялись парни закупиться и берут шестой раунд. Но вот таких раундов побольше надо. Да, да, и очень круто вот в таких моментах видно, что у команды есть хороший потенциал, да, вот разрулить проблемную ситуацию. Только что вот они показали, что они могут это делать, при том бай-то был очень-очень точечный. То есть да, Моу взял Калаш Армор, но там у кого-то Глок, у кого-то П-250, то есть ну очень такой, ну очень посредственный бай. И сейчас Гамбиты, вот ладно даже если они не выиграют Мираж, но вот такие раунды очень интересно смотреть. И это говорит о том, что у команды есть характер, есть потенциал, и конечно же это вселяет надежду в нас. Потому что вот, например, команда Na'Vi не вышла два раза из группы. И конечно, знаешь, вот хочется, чтобы какие-то свои парни русскоязычные показывали неплохой Counter-Strike. Вот флипсайды сегодня удивили тем, что очень серьезно переиграли Dignitas. К сожалению, немножко не хватило против поляков, но с другой стороны, крайне тяжело, наверное, в день играть шесть довольно напряженных матчей. Аутиматик, твою! Вот это хедшоты, друзья! Как же так стрелять с дегла? Я так в жизни не смогу поставить. Вы чего? Это просто нереальные киллы. Браво, Аутиматик, юная звезда команды Cloud9. Ну, знаешь, вот, ну вот еще раз говорю, чувствуется все-таки вот разница в классе. Ты вот просто там старайся, берите, пацаны, калаш там против нас, да. А вот мы с пистолетов там, я минус три себе сделаю, и все, в следующем раунде, и все. Захочу взять раунд, возьму. Не захочу, не возьму. Но пока что это смотрится именно так. Хоббит серьезно проседает, погибает от шрауда. Остается последняя дочка, но я тематик сделал квадрокилл в этом раунде, еще и девайсы все подбирал, дал дроп тиммейту. 13-6. Денег в очередной раз в команде Gambit нет, но они покупают. Вот ты говоришь, разница там вот в классе, да, там какой-то, вот парни в чате пишут, скилл клаудов, но на самом-то деле, если взять в среднем опыт игроков этой команды, то команда Gambit смотрится предпочтительнее, при том так, ну, раза в полтора по опыту и по, ну, в целом, по, скажем так, по выступлениям, по игре. Но то, что, знаешь, вот можно быть опытным, можно играть много лет, но при этом, да, там, показать на короткой дистанции лучшие результаты, как это сделали, например, те же клауда, да, и уже, конечно, получается, что ты не такой крутой по скилу, как тебе кажется. Хотя, опять же... Да, не, ну, понятно, что у Зевса, да, Вагуон, Адрен, это все естественно. Моу и Хоббит здесь самые молодые, но у Моу, опять же, тоже есть опыт довольно серьезный в CSGO, благодаря Daewoo 1.6 он уже катал неплохо. У Хоббита опыта практически нет, плюс он, там, давал интервью недавно с HLTV орду, жаловался, что у него... Ну, не то, чтобы жаловался, просто объяснял, что у него совсем другая роль в новой команде, поэтому он играет не так хорошо, как в Тенгри. Тем временем, Зевс стопит, оставляет... Точнее, убирает ходу злостью и остается красным, 4 хеллспоинта. Моу, тем временем, на дефолт смотрит Дельпан, Шраут приходит, забирает Даньку в ответ, ну, и Моу 1 против троих. Ну, и опять, морально волевые нужно демонстрировать и тащить невероятный клатч. Да, фейкует Моу, делает выпад на Шрауда, и тот его убивает со стейрзов, так называемой точки голова. 14.6, ну и что, уже каждый раунд у нас, мы видим, закупается Гамбит. В прошлом делали бай, опять же, очередной волевой. Сейчас уже форсбай без, скажем так, ни фрага врагу, ни сантиметра назад или вперед. Вот, в общем-то, пытаются зацепиться Гамбиты здесь. Всего, два, всего только один раунд в атаке, пока они взяли. В этом раунде они решили сыграть через 4 тека и 1 дигл. Три игрока сидит в яме. Интересная у нас комбина от Cloud9. Они поджимают мидл, ну, зажали, да, уже бежит у нас там в андерпасс. Игрок команды Cloud9, Адрен, вот, кстати, ждет его и все-таки погибает. Правда, предварительно попав один патрон в тело, но мы видим, что в целом зажатие мидла принесло свои пользы для команды Cloud9. Там, кстати, вот один из зрителей писал, что он не согласен, что команде Гамбит не везет. Но, если честно, им бы не везло, если бы счет был там 14-10, 11 или... Ну, да, тут везение вопрос, явно. И не так, да, и не так все это было. Тут действительно команда Cloud9 демонтирует, ну, как минимум, Мираж у них намного лучше. Мираж. Может быть, на Коблс-Соуне ситуация поменяется, но на этой карте они готовы обыгрывать абсолютно всех, наверное, в мире. Не везет, можно говорить, знаешь, когда можно говорить не везет? Когда вот ты действительно, там, у тебя заруба, типа, и ты проигрываешь там клатчи какие-то 2 в 2, 3 в 3, там, или там какой-то Вася проперся, там, взял, там, 1 в 3 раунд. Это можно сказать, что не везет. Но вы же видите, что даже вот с тем тонким раскладом, что вот Гамбиты взяли Эко, помните, да, то есть там с одним Калашом, все равно тут же, как бы, взяли Эко в ответ тематик, да, там, сделал 3 кила с дегла. То есть понятно, что там повезло у тематику, он там затащил и так далее, и так далее, но вы же видите, что не отпускают Гоуда своих компонентов, им просто не дают им развернуться. Хоббит подлавливает все и 2к, но это пока что единственный минус от команды Гамбит, хотя вот Cloud9 сделали уже трипл. Адран, Досимаул погибли. Зевс немножко просел, у Хоббита 48. Ну и вот знаете, только что показывали нам команду Гамбит, они не выглядят на ту команду, которая, ну, изначально готова была, если что, отдавать Мираж, но потом тащить Кобблстоун и третий Рушающий. Очень серьезно расстроены, как по мне, Гамбиты, но в любом случае верить нужно только в лучшее и хорошее. 16.6. Чистая победа команды Cloud9. Уверенная игра на карте Демираж. Следующая карта Кобблстоун. Выбор Гамбит. Будем ожидать, что Гамбиты продемонстрируют нам хороший Кобблстоун.